о друзья привет как у вас дела всем еще раз здрасте плюс 6 градусов ночью у нас 0 ветер сильный короче машину живая часто на даче автомобиль загнал во двор ну и хочу устранить сегодня снять хочу бампер потому что у меня после последних покатушек лопина там вот это вот лопина сильно сильно заклеить надо и короче говоря вот здесь тоже крепление где есть все у нас там поотрывалась поэтому сегодня берем свои ручки снимаем колеса снимаем бампер посмотрим хоть хочу самого заклеить но и заодно когда бампер снимем помоем все это закрасим черной специальной краской вот так что кто не знает берем домкрат который находится в подкапотном пространстве у нас вот таким образом он здесь нас лежит вот так тут отстегивается за счет такой штучки он держится это его родной который идет в комплекте вот набор ключей у меня такой матрикс покупал давно кто-то где-то за две с половиной тысячи примерно вот сейчас ставим на пенечек поднимаем снимаем колесо ну и заодно покажу как вот эти подкрылки которые без саморезов крепятся вот так что начинаю снимать а вы смотрите так вот три саморезика открутил смотреть сейчас подкрылки подкрылок буду снимать вот так он вытаскивается вот с пазов подкрылки без сверления называется заказывал втолять вот и все он в распор встает таким образом он выглядит подкрылок без сверления так через написано как здесь уже ничего не видно без крепления подкрылки без крепления такой так здесь я обрабатывал посмотрим вы видите карманы чистые я имею там карманы чистый здесь конечно здесь грязь сейчас нам этот болт нужно открутить чтобы снять все мы справились у нас получилось так и того там такая шайбочка гаечка причем на 10 открутил смотрите здесь как получается 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 но вот таким образом короче все сейчас мы там в середине два болта и с той стороны открутим без открутили как декора при приклеился конечно не так просто еще и вытащить с этой стороны пошел вот подкрылок нива 0 4 1 9 7 б б передний правый 2019 года без сверления ну вот сами видели как оно все в принципе крепится так здесь у нас ребята смотрите в принципе все то же самое эту гайку надо будет открутить но крепление сломано не знаю открутить нет сейчас помоюсь здесь вроде здесь тоже меня получилось открутить так гаечка шайбочка там блин смотрите вон все крепление все сломано видите крепление сломано будем пытаться сам никогда не паял бампера вот попробуем тоже должно быть под номером говорю сам никогда не снимал бампер точно вот они смотрите на 10 так ну что открутить насколько здесь глубокие болты тоже не знаю не так все просто не знаю конечно бампер получится у меня заклеить не получится заклеить вот такие вот болтики еще один сняли ну что пробуем как это все тут крепится опа 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 и того а мы тут не получится на заклеить ладно смотрите итогу вот это крепление после удара пластика который держит крепление так что ли короче оно отвалилось но это я думаю мы сможем запаять я думаю это мы сможем сделать дальше 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 вот внизу это я тоже смогу запаять как запаять вот эту трещину только если отсюда сверху что ли не знаю потому что изнутри тут стоит видите типа пластика он тоже между прочим лопнутый вот так что будем мыть смотреть это для крепления машина вытаскивать такая вот металлическая планка стоит ну хочу сразу снять и у меня есть баллон антикора вот это вот наверное все забрызгать черным вот вот такая вот видите здесь двухсторонний скотч хоть до этого додумались нормально сделать с двухсторонним скотчем вот так что у нас с той стороны давайте посмотрим здесь у нас тоже двухсторонний скотч это наверное все вытащим снимем вот так что позаниматься есть чем позаниматься нам есть чем потом планирую фаркоп прицепное устройство снять он тоже там на одних покатушек мне его согнули надо будет наверное снять отстучать заварить и поставить на место ну ладно я занимаюсь нахер ты что делаешь скважина со скважины 101 метр у меня скважина воды ты на дачах пока нету вот попробуем помыть наш код пушок у нас два кота мужик и пушок два брата мужик вечно где-то шляется а пушок он преданный дома домашний да ну ладно беги так ладно что хотел сказать вот он бампер помыл боковое крепление оторвано здесь не знаю или космофеном попробую заклеить я его помыл ну честно сказать не бампер а детский сад ни о чем какая-то пластмасска просто декоративно красиво декоративно красивый так сказать нагрузки никакой не несет помощи никакой не урбан это просто внешне красотой ABS пластик 21-21-4 вот хрень полная бор-бор-бор-бор-бор-бор-бор-бор-бор-бор-бор-бор Бор 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 любит играть ребят головка на 22 чтобы открутить с той стороны откручивал он можем сказать от руки откручивается и здесь также завода не закручено. Вот смотрите, что-то здесь сложнее, с той стороны у меня, а ну вот, вот такой болт, до конца не закрученный. Держит вот это основание, то есть когда вас за буксир дергают, его держит всего лишь болт. Вот смотрите, это что-то не хочет. Всё, пошла. То есть может вот такая штука случится, что она может вылететь, болт может расслабиться, и всё это полетит куда? В соседнюю машину, представляете? Сейчас положу так. То есть болт оттуда заходит, затягивается в резьбу. Здесь он вообще у меня от руки открутился, то есть он мог от тряски выпасть, машину дернули, эта штука полетела к вам. Так что протягивайте, не ленитесь, здесь посмотрите. Вот такая металлическая часть, основной силовой бампер. Вот такие дела. Здесь у болта, в принципе, шаг средний, так что протяните. Резиночки тоже, они вытаскиваются. Вот так всё выглядит. Там типа квадрата. Вверху приварена гайка, куда всё это болт вставляется, затягивается. Вот такие дела. Да уж, да уж. Здесь тоже самое. Всё. Как я вам показывал, сетку я сюда поставил, алюминиевую. На хомуты закрепил, она очень легко обрезается. И получается сюда уже, ну, снег не попадает. Всё, вот это сейчас мою. На ночь забрызгаю, подсохнет. Ну что, Автоваз, скажи своё оправдание. Вот автомобиль, то, что ржавая. И вот здесь вот сейчас покажу. Сейчас покажу, ребята. Вот ржавчина. Почистил. Хотя с той стороны мавилем полностью залито. Видите? А тут бампер. Не говорите, что потом колесом, как обычно, задел. И вот бампером трёт. Всё это не очень-то ахти. Так, что я здесь сделал? С этой стороны зачистил. Герметиком замазал. Но надо будет ещё раз зачистить. Цинком замазать. И потом, наверное, мавилем, опять же, здесь всё нужно будет закрывать. Такой у меня есть антигравий. Баллон нагрел. Здесь всё бензином зачистил. Сейчас эту часть обработаю. Там, где трётся. Здесь всё равно не видно. Бампер стоит. Чтобы, как говорится, меньше гнило. Забрызгнуем вот здесь. И эти потёртости уберётся. Так что брызгаем. Будет. Вот. Отлично. Пошлите дальше. Здесь закрывает бампер. Но и вот эти потёртости не будет видно. Так что мы как-то так, ребята. Так. Ну, у меня получилось таким образом. Здесь закроется. Здесь будет бампер. Тут будет решётка. Здесь тоже закроют бампер. И, в принципе, всё получится у нас нормально. Фен строили. И там брали пластик из-под... Ну, подкрылка есть, который подкрылок. Этот я нашёл кусочек от моего подкрылка. Пластинку вот так отрезают, припаивают и потихоньку греют. И она впаивается. Это у меня вот от канализационной трубы. Это от 32-й водопроводной трубы. Просто у меня пластика с собой нет. Короче, кто-нибудь сейчас попробуем. Сначала попробую заклеить космофеном. Как в Ютубе показывают, у меня что-то не получается. Ведро пластиковое. Из-под краски. Вот оно плавится нормально. Сейчас подсохнет. Остынет, я имею ввиду. О, смотрите. Пока горячее. Сейчас остынет. Ну и посмотрим, что получилось. Это на космофен приклеил. Только второй запчасти у меня нет. Вот. Клей космофен приклеил. Не знаю, будет держать. На пластик, который я расплавил. Что-то мне не получилось. Но, может быть, здесь вот она пластик. Потом я запаяю. Но самое главное, что вот эта штука. Вот. Крепление должно быть. Вот это самое главное. Чтобы бампер держался. Но, я думаю, на космофене должно держаться хорошо. Так. Что у меня здесь получилось? Здесь я наплавил. Вот. В принципе, ну, жестко. Получилось жестко. Здесь шкурочкой, болгарочкой поработать и будет ровненько. Ну, это я так думаю. Вот это белый пластик от ведра. Простой из-под краски. Вот он тоже плавится хорошо. Цепляется, нагревается тоже отлично. Так что, пока у меня так. Эту трещину я решил залить клеем-космофеном. Вот он сейчас в щелочку проникнет. Потом я как-нибудь его зажму. И думаю, что он будет его держать. Космофен у меня старый. Но, хуже не будет. Все. Сейчас он в щелочку прорывается. Вот. Вот. Смотрите, видите, шевелится. Сейчас между швов проникнет. И думаю, будет все отлично. Пару часов. Мучился, мучился. Короче, если не умеете, нечего браться. Я бы так сказал. Ладно, что у меня получилось. Строительным феном. Пробовал разным пластиком. Вот. Ну, у меня получилось. В принципе, можно все это наждаком, так сказать, убрать и покрасить будет ровно. Но это низ. Внизу, в принципе, не видно будет. Так. На излом. То есть, трещину я запаял. Здесь нормально получилось. Так. Что здесь у меня? Смотрите. Вот этот пластик отвалился. Креплений не было. Тридцать вторая труба. Пластиковая. Ее нагрел. Сейчас у меня все держится. То есть, крепление, в принципе, держится. Вот. Здесь тоже пятаками подпаял. Здесь космофеном залил. Тоже, в принципе, держится. То есть, ничего не разъезжается. Все держится. В принципе, сейчас, если вот это вот взять, вот, простой антигравий. Вот так вот взялось. И уже не видно будет, да? То есть, внизу, снизу то, что, в принципе, будет, оно будет и не видно его. То есть, в глаза бросаться не будет. Вот. Можно и так сделать. Вот. Не знаю. Вот эту сторону грел. Эту сторону грел. Может быть, он ушел у меня. Может быть, не ушел. Завтра пойду ставить. Все собирать на место. И завтра уже будет видно. Или новый покупать будет. Или надо будет металлический искать мне. Пока толком не знаю. Вот такие дела. Так что, давайте до завтра. Доброе утро. Все на месте. Ничего у нас не изменилось. Утро началось. На улице холодно, зараза. И так, по вчерашнему. То, что мы вчера подкрасили снизу. Вот так вот будет. Это все не видно. Здесь Космофен. Отлично. Никакой трещины как бы. Ничего не шевелится. Все отлично. По креплению. По креплению. 32 труба, которая ПНДшная. Отлично. Все прямо жестко. Вот это самое главное, которое крепление держится. Пошел я все собирать в обратном порядке. Конечный итог покажу вам. Виктор Корректор А.Кулакова Т.Горелова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 вот такие дела так что следующий этап варим прицепное устройство в итоге чего я сделал в итоге полезной функции никакой я не сделал по переднему бамперу в принципе только для вас разобрал показал как он крепится крепится на 4 болта по бокам 2 под крыльями и за гос номером снимается он вытаскивается вернее всего наверное буду думать каком-то другом бампере или заказывать буду с противотуманками которые бампер идет пластиковый еще какие-то там пластиковые бампера видел вот или металлические или усиленные пока еще не решил ребята так что заниматься есть чем все сегодня сумасшедший ну смотрите короче его отстучал вроде бы сейчас вот так вот ровно стало если замерять то есть вот эту часть она была вот так стояла вот здесь я отстучал но теперь же труба который сзади идет но совсем оторвалась вот такой короче говоря хрень нам и продает ребят ни о чем металла нету так но в принципе на них и написано нагрузка по моему 600 килограмм ладно отстучу заварю покрашу поставил вот и в бок больше дергать не будем только прицепное или потихонечку назад так что мне заниматься есть так то что сейчас сварочная работа очень сложно мне выставить соосность и так и сяк труба совсем отлетела проф труба не знаю двоечка есть нету вот эту трубу выпрямил пластину я соосность поставил короче вот такие дела ребята ну разок прошел разочек мы прошли короче осталось обварить по-нормальному зачистить покрасить посмотреть вон там лопина еще есть вот я думаю все у меня получится вот такие вот дела ребята короче говоря приварил заварил два дня убил на то чтобы бампер чтобы прицепное исправить одни растрата с этими покатушками вот такие дела все давайте если вам понравилось ставьте обязательно лайкосы обязательно напишите любой коммент любой комментарий положительный отрицательный плюсик минус вот расскажите чего я не так сделал как бы вы как бы вы поступили в моем случае так что жду от вас комментарии ребята подписывайтесь давайте я пока